Чинка Чихуахуа Я считаю, что щеночка нужно выбирать из любви к нему. Увидели, влюбились, взяли. Как было со мной, там никто не руководствовался никакими принципами и правилами. Я просто стала членом семьи. Скажу сразу, я не стану вдаваться в подробности по родности, а расскажу про самые важные моменты, на мой взгляд. Бррр, че лето кончилось, что ли, холодно так. Итак, начинаем. Внешний вид Коготки должны быть подтрижены. Ушки должны быть чистые, это хороший показатель здоровья и желательно, чтобы они стояли. На картинке очень грязные ушки. Носик и глазки должны выглядеть здоровыми, без выделений. На коже не должно быть сыпи, припухлости, раздражений, перхоти и т.д. И, конечно же, никаких насекомых. Зубы в идеале это 6 резцов сверху и 6 снизу. Но иногда часть резцов может проклевываться и через 2,5-3 месяца. И, естественно, наличие клыков. По 2 снизу и сверху. Особенно важен правильный прикус. Ни верхняя, ни нижняя челюсти не должны выпирать. Нормальный прикус это ножницеобразный. При таком прикусе работа челюстей напоминает работу ножниц. Резцы верхней челюсти плотно накрывают резцы нижней челюсти. На фото пример нормального прикуса у щенка. Представила, как меня подержали за зубы. Щенок должен быть в меру активен и не слишком вял. Еще он должен быть в меру упитан, не толстый и не чрезмерно худой. По характеру он не должен быть агрессивен или запуган. Он может сначала быть настороженным при знакомстве. Но чихуахуа быстро привыкает и он должен начать на вас нормально реагировать довольно быстро. Второе. Мальчик или девочка. Если вы выбираете просто члена семьи, то особой разницы нет. Просто помните, что у девочки, как у любой женщины, бывают критические дни. А мальчик может начать метить или бегать за другими девочками. Третье. Есть две разновидности. Гладкошерстный и длинношерстный чихуахуа. У гладкошерстного чихуахуа шерсть должна быть блестящей и гладкой. Эйвен, например, гладкошерстный. А у длинношерстного мягкой и густой, как у меня. Еще существует три категории. Стандартный размер от 2,5 до 3,5 кг. Затем мини 1,5 кг-2,5 кг. И супер мини 500 г-1,5 кг. Перед тем, как покупать щенка, вы должны знать для себя, в каких целях он вам нужен. Если вы хотите разводить или выставлять собачек на выставках, то собачка должна соответствовать различным стандартам. Но об этом я говорить не стану, потому что я все же собака и недостаточно компетентна в данных вопросах. Это лучше спрашивать у своих будущих заводчиков. А если все это вам не важно, то лучше руководствоваться сердцем. Еще очень важно помнить момент, что щеночка лучше всего забирать в возрасте от 2,5 месяцев. И не забывайте задать основные вопросы заводчикам по поводу питания, здоровья, общительности, прививок или документов. В общем, по-моему, главное, чтобы щенок был здоровым. А красота, это уже дело каждого. Кому-то нравится один, кому-то другой. Так что выбирайте щеночка с умом. Очень скоро будет видео о том, что нужно подготовить перед приездом щенка в дом и другие вопросы о щенках, которые вы задавали. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Значит, я хороший щенок. Эйван, я скажу тебе по секрету, ты уже не щенок. Да. Да.